Какими усилиями, героизмом и профессионализмом добывались эти победы. Он рассказал не только о своем полете, но и вообще об атмосфере в первом отряде, о дружбе, о том, как собралась команда элитных пилотов, которые смогли по всем оказаться первыми. Их название, первый отряд, это отряд всех первых. Это первый отряд в космос, первый выход человека в открытое пространство, первая женщина, полетевшая в космос. Там каждая из них совершала прорыв. И это было прекрасное время, и стало понятно, что как же об этом надо снимать кино. Большое, большое, такое, чтобы не было нам стыдно, чтобы этот фильм стал таким же открытием, таким же прорывом, как и то, что сделали герои этого фильма. Это что касается Евгения Миронова. С ним как работалось, вы спросите у режиссера, потому что Дмитрий Киселев. Молодой режиссер, который, ну как молодой, он уже не молодой, он снимал со мной все фильмы, начиная от «Ночного дозора», «Герои судьбы». Он всегда был со мной режиссером, который занимался больше экшн-сценами, потому что здесь в фильме очень много приключений. И он это очень хорошо умеет делать. А когда стало понятно, что это интересно вообще будет массовому зрителю? Вот когда то, что Леонов рассказал, то, что он рассказал, то, что, знаете, историю, как они в 65-м году, как королев был вынужден раньше времени, не были готовы они до конца. Они не знали до конца последствий, что это будет, как это делать. Потому что американцы должны были лететь по всем подножкам, полетели должны были первыми. Честь не позволяла им быть вторыми. Они организовали полет на несколько месяцев раньше американского корабля. В результате многие вещи были непроверены. они полетели и случились обычные для испытателей непредвиденные обстоятельства. Ну, испытатель, а то испытатель, потому что он не знает, что случится. Леонов, выйдя в открытый космос, получил все поздравления с Земли. И ему туда прямо плавал, на такой привязанном, на длинном кабеле, привязанном кораблю, называется Фал. И в этот момент ему позвонил Брежнев, поздравил его, там, Алексея, прилетаем, мы тебя ждем. Все, ну, не знаю, там, чокались звуки, шампанское, не знаю. И в этот момент, он, когда стал возвращаться в корабль, он понял, что у него раздулся скафандр от смены давления. Там нет давления в космосе. Скафандр раздулся, и он не может попасть внутрь корабля. Что, сейчас? Да, и все. И вот он пробует, а он туда не пролезает. Скафандр большой, руки вылезли из перчаток. Перчатки болтаются отдельно, раздутые, ноги вылезли из ботинок. Он просто, как надувной шарик, такой там болтается, и непонятно, что делать. И он дальше начал спускать давление в скафандре, чтобы он уменьшился в размере, сдувать этот шарик. Но это было чревато закипанием крови, как мы знаем, потому что там процессы в организме. Короче говоря, рискуя жизнью, чудом он смог это сделать. В общем, дальше я не буду рассказывать, вы увидите в фильме и все. Но сам рассказ Леонова был настолько удивительным и настолько грамотным, настолько невероятным, что нам не нужно было сценариста. Потому что все, что он рассказал, это и был сценарий. Просто мы списали его на диктофон, и, как вот сейчас меня записывают, и просто экранизировали его рассказ. Это удивительная возможность, была впервые у меня. Чем этот фильм отличается от многих других фильмов? Тем, что мы снимали фильм, слушая рассказы реального героя, участника событий. Не просто участника событий, а героя. Человек, который совершил подвиг, и он нам его рассказывает. Все равно, что герой Джеймса Бонда бы рассказал про свои восхождения, и мы бы его экранизировали. То есть примерно такая же ситуация. Что касается Юры Быкова, он начинал проект, он снял достаточно много материала. Но, к сожалению, просто его творческий подход, что ли, не знаю, да, его язык кино, который ему близок, он оказался не точным для такой вот героической истории. И мы просто с ним по-дружески, по-человечески расстались. Дело важнее. Это он профессиональный человек. И дело, и мы все-таки имеем дело с живым героем. И нам ответственность перед Леоновым позволила по-человечески пожать друг к другу. Я бы с ним, почему я спросила, как он работал с Мироновым, имея в виду как раз, что он тоже обозначен как продюсер. Да. И вы оба с ним отказались от Быкова. А как вы работали с ним два продюсера, даже три? Вы знаете, очень легко. А что он делал как продюсер? Очень много. Он сердце этого проекта. Он был тем самым камертоном, что ли, да, которым изменяет Мироновым и остается камертоном этого проекта. То есть, знаете, очень много есть вопросов, очень много есть мнений всегда. Все мы умные, у нас есть разные точки зрения. Но всегда есть кто-то, кто является сердцем. Когда вот есть вещи, которые нельзя решить, можно либо так, либо так, логики никакой нет. И в другом случае я прислушиваюсь к Жене, потому что он играет этого героя, и он очень хорошо понимает этого героя. Вы это увидите на экране, вы поймете, о чем я говорю. Можно? Евгений Аганин, Деви-Неделя. Знаю, наверное, все Леонов сказали, что впервые ему стало страшно, когда он посмотрел картину. А вот вам, когда приступали в процессе, много ли раз было страшно? Ведь там и технологически сложно. Ну, во-первых, масштаб такой себе. Вот об этом вы знаете? Вы знаете, было страшно, до сих пор страшно. Сейчас особенно страшно. Потому что, когда ты работаешь, то у тебя нет времени думать, страшно тебе или нет. Просто делаешь то, что ты можешь максимум. А сейчас страшнее, потому что сейчас уже не от меня зависит успех этого фильма. Он скорее в ваших руках и в руках кинотеатров. Потому что мы сделали все, что могли. И вы сегодня увидите. Вы такого фильма никогда не видели. И я думаю, это вас тронет. Но дальше это вопрос, как это объяснить. Потому что есть недоверие к нашему кино большое, очень у зрителя. И мы каждый раз снимаем «Ночной дозор», потом снимаются какие-то ужасные фильмы, доверие теряется. Мы снимаем «На броню судьбы». Собирается много людей, мне фильм нравится. Потом опять проваливается. Мы все время пытаемся вытянуть этот обоз. К сожалению, очень сложно. В общем, мне для нас очень важна активность, активная позиция. Потому что такой баз журналистов, тех, кто способен объяснять людям, который способен дать людям представление о том, что вы увидите. У нас ресурс небольшой – реклама. Но рекламе мало верят люди сегодня. Потому что все умеют рекламировать. Верят скорее опиннингмейкерам. Верят вам, верят блогерам, верят друзьям, сарафанным радиом. Верят. Поэтому от вас очень много зависит. Что касается, вы спросили по поводу технологических сложностей, их было огромное количество. Мы практически то же самое здесь делали, что и в том же самом находились в положении, что и наши космонавты и конструкторы. 50 лет назад. Это совершенно новые технологии съемок. Но это огромное количество компьютерной графики сложной, космической, которая требует особенной техники. Например, в интернете, на сайте базилекции, вы можете найти, мы сделали удивительную вещь. Мы сделали такой пиар-аттракцион. Это можно посмотреть просто на компьютере, а можно с очками. Вы можете, вы и ваши читатели, зрители, могут реально оказаться в костюм-скафандре Леонова и выйти в открытый космос так же, как он вышел и поплавать в открытый космосе. Это такой маленький фильм, который лежит в интернете. Можно скачивать и путешествовать в космосе в образе, будучи, находясь внутри скафандра Леонова. Много было всего, но главным, все-таки я возвращаюсь, было то, что мы имели дело с реальной историей. Мы не могли брать, придумывать, фантазировать, отцебятину какую-то нести. Потому что было принципиально важно, что все, что мы говорили, это правда. Правда, которую скрывали 50 лет, я не знал. Я хочу показать книгу с рисунками Леонова, которая из поколения в поколение. В вашей семье? Да, которая из поколения в поколение. Потом подойдем к вам. Конечно. И у меня вопрос, мы уже писали в этом фильме, а сейчас хочется другое немножко услышать. Вот, по крайней мере, у нас в Новосибирске крупные кинотеатры, которые еще с советских времен, их либо сносят, либо профилируют под другие цели, в частности, под театры. И вот как вы к такому тренду относитесь? Я отношусь плохо. Хорошо, что они мебельные салоны, но все равно плохо. Некоторые сносят совсем. Я скажу вам, мы обсуждаем эту все время тему, я всем ее задаю, всем вопрос задаю. Мне кажется, что проблема только в одном. Одна большая, 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 большая проблема. У нас гениальные режиссеры. Ну, как можно сказать, что в такой богатой, талантной стране, в которой замечательные писатели, замечательные художники жили, которые покорили весь мир, как у нас не может не быть кинематография? Это замечательная актерская школа. Как у нас не может... Почему у нас нет такой передовой и покоривший, покоряющий весь мир кинематографии? Вот, а цвет очень простой. Дорогие билеты в кино. Вот, смотрите, что происходит. У нас кинотеатр, вот мы сейчас здесь находимся, он определенного стиля кинотеатра. Вот, как мы видим, он такой немножко Диснейленд, да, у него такая стилистика. Она... он часть американской культуры. Потому что, если вспомните старый кинотеатр, то есть кинотеатр есть здесь Победа. Он другой по духу был, я сейчас там не был, он был другой по духу. Он был все-таки ближе к нашим кинотеатрам, а наши кинотеатры были ближе к нашим фильмам. Были разные фильмы, хорошие, плохие, но есть те, которые мы знаем, что есть фильмы Рионова, Рязанова, Данелли, которые смотрят рейтинги у них каждый год, у них «Белое солнце в пустыне», рейтинг не меняется на телевидении. Там, сколько хочешь показывай, они так же любимы, как и 50 лет назад. Но, поскольку цена билета такова, что люди не могут ходить каждую неделю в кино, нормальные люди, те, кто работает, не знаю, рабочие, журналисты, менеджеры, не могут, не пропитать таких денег. Соответственно, в кино ходит очень узкая... очень узкий сегмент, ниша. Это одни и те же люди. Примерно в стране, в России, примерно 5 миллионов человек максимум, которые ходят часто в кино. Они воспитаны на кино, как импортном кино. Сейчас я не берусь судить, но он бывает хороший, бывает плохой, но разные. В Америке гениальный гинематограф, один лучший в мире гинематограф в Америке, гуманистический, там есть замечательные режиссеры, актеры, все. Но он чужой, он не наш. И поэтому тупик. Потому что наши режиссеры все, поскольку они же работают на эту публику, у кого есть деньги ходить в кино, и кто привык ходить в кино, они начинают подстраиваться под эту публику. Соответственно, они говорят, делают не те фильмы, которые они хотят делать, как, например, «Время первых». Они делают те фильмы, которые, якобы, зрители нужны. Они пытаются сделать каких-то там про гид-супергероев, каких-то таких вот, якобы, похожих на тех, понимаете, да, не на наших. И фактически мы живем вот в этой нише. А если бы цена на билет была ниже, а контейнеры стоят пустые, кстати, при этом, контейнеры заполняемые, как я сейчас узнал, там 20% максимум. То есть, это означает, что 80% кинотеатров стоят пустые, за все эти места. То есть, проблемы. Значит, люди не могут ходить в кино. Соответственно, они считают, что это не для них. Соответственно, дизайн, интерьер кинотеатра становится ориентирован не на массовую аудиторию, а на сегмент. Соответственно, режиссеры, актеры, это для нас все же влияет. Они начинают изображать из себя каких-то жителей какой-то другой страны. Понимаете, актеры, даже манера игры актеров, они стараются быть похожими на американских актеров. И у них не получается. Это понятно, почему у них не получается, потому что они другие, они врут. И, соответственно, вся история, вся индустрия, гематография вместе с производством, прокатом, она какая-то фальшивая, ненастоящая. Очень простое объяснение, очень простой пример могу привести. На телевидении процент импортного контента, там, по-моему, 5%, что-то не знаю. Ну, сколько вы видите иностранного контента. Он либо адаптирован, там, игры всякие адаптированные, но это все наш контент собственный. И он, его любят, или зритель любит, да, мы его понимаем. А в кинотеатрах наоборот. 90% иностранного контента здесь наши, ну, примерно 80, может, 20, не знаю. И это связано именно с тем, что телевидение бесплатное. Соответственно, там в чистом виде мы видим, что людям нравится. А в кинотеатрах очень дорогие билеты. То есть, и, соответственно, мы не можем... Вкусы кинотеатральной аудитории не соответствуют вкусам всей вообще большой аудитории. То есть, короче говоря, у России получается просто нет кинематографа. За редким исключением некоторые фильмы, когда при страшной поддержке всех, кто взял на каналы, там, не знаю, администрации и так далее, удается таким фильмам, как там, «Легенда 17» или, там, не знаю, привести большую аудиторию, чем обычно ходят в кино. Вот так что, этот ответ на наш вопрос, что надо делать, надо просто договариваться, опускать билеты, цены на билеты, и все будет хорошо. А можно еще вопрос в связи с этим? Вот, смотрите, как вы относитесь к тому, что сейчас ограничение... Ольга Ленкова, гостья метрополит, что сейчас выведено ограничение для детей. Раньше было, в СССР, два ограничения, 16 и все, выше и меньше. Сейчас 12, 6, 16. То есть, допустим, ребенок с 12 до 16 основной поглотитель кино, не можно пойти в кино без родителей, если кино указано в дуга реманочке, но не продадут билет. А раньше, как бы, основная масса детей ходила в кино самостоятельно, без родителей. Я с вами согласен, потому что я тоже вырос во времена, когда был в день до 16, и в день до 16. Я вообще думаю, что это вопрос родителей. С чем тяжело кинотеатры регулировать? Ну, они же выставляют, и билетеры не подают билет, если ребенок приходит без родителей. По-моему, это глупость. Это копирование чужого опыта. В Америке есть PG, PG-13 и R. Есть NC, но таких уже практически нет в контентрах. Там есть три категории. То есть, PG-13 это до 13 лет только сопровождение родителей, и R это... Ну, как у нас раньше было, до 16 лет, и старше, все. Там немножко есть одно еще отделение. Я считаю, что это бессмыслица. Я правда думаю, что, во-первых, детям... Есть интернет уже. У каждого ребенка в руке телефон. Имея телефон, он может войти в такой мир, который никакой не 16, не 18. Поэтому эти ограничения, они очень надуманные, мне кажется. Они очень много манипуляций, который к этому происходит. Это никто не может определить, что такое 6, что такое... А мой один хороший товарищ, продюсер, Анатолий Максимов, с которым мы делали дозоры, иронию, он мне объяснил, как-то, что такое рейтинг. Я бы не спросил, как можно этот рейтинг определять. Он говорит, очень просто. Ты говоришь, вот у тебя есть ребенок, вот ты представь себе, с ребенком 12 лет тебе будет комфортно на этом фильме сидеть, или тебе будет неприятно. Вот еще, и все становится понятным. То есть, вот если ты понимаешь, что с ребенком своим, 12-летним, ты не можешь пойти, как не очень хорошо будет, да, там фильм «Викинг», так как это не очень хорошо пойти, то, значит, соответственно, этот фильм не для этого возраста. По себе надо имелись. И вообще, это дело родителей. Это ответственность родителей самих следить со своими детьми. Государство не должно следить со своими детьми. А вот в этом фильме это отмаживая, что написано 6 плюс. Ну, это просто знак. Мы говорим, все приходите. Потому что мы уверены, что на этот фильм дети должны ходить. Вот не могут пойти, они должны ходить. Должны ходить, потому что дети должны знать, что у нас есть такое замечательное прошлое. И поскольку актеры известные, молодые, Абинский, его любят молодежь, то означает, что у нас есть и будущее. И потому что вместе, что он играет, он близок молодым людям, он играет глава. героя. Поэтому мне кажется, что это принципиальный вопрос, что есть фильмы, где нужно писать 6, обязательно с 6-летними детьми нужно идти в кино. И это еще повод поколениям друг к другу поговорить, потому что этот фильм «Время первых» это возможность поговорить между бабушками, бабушками и поделиться, поделиться, найти, что-то общее найти друг с другом. Потому что на фильмах американских, к сожалению, не получится это сделать. Все-таки разные культурные входы. И происходит разрыв, трещина, страшная, когда потом она может плохо кончиться, потому что они все равно заблудятся, молодые, в конце концов в 18-ти годах поймут, что у них нет культуры своей, они не получили. То есть с молоком впитываются какие-то там генетические гены, хромосомы, не знаю, что происходит с молоком в матери. А потом дальше через кино, через совместные походы, через обсуждение сложных тем в кино происходит формирование человека. Так что вы можете таким-то образом, я вам еще раз говорю, посмотрите фильм, я вас ни в чем, ни за что не агентирую, пока вы не видите фильм, но я вам должен сказать, насколько нам важно, чтобы именно вы чтобы насколько нам важно именно не не просто дайте нам аванс, короче говоря, то есть сделайте чуть больше. Мы привыкли стесняться, я такой же точно, я лучше скромно нейтрально мнение свое выскажу, а нам правда важно переломить ситуацию. скажите, у вас не возникла идея, вот вы жальливо заметили, что это первый отряд, и каждый вход их герой, директор Носибирского финала российского футболка культуры, Гаврилович, что. И сейчас у нас мы не скрываем, что люди все, которые уже больше 80 лет, они все живы, они при всем уважении скоро уйдут, но они еще есть, и Терешкова, и Шатала, и Баковский, многое, нет желания продолжить эту тему, пока эти люди живы, или многое, что интересно. я вычеркиваю, все зависит от вас. Можно и второй вопрос сразу. Вот вы, у вас очень, так сказать, получается хорошо работаете в жанре документарных, но вы художественные. А к чему больше все-таки желания устраняются? На первый ваш вопрос отвечу. Все, сейчас, вот, я ничем больше помочь не могу, теперь только в ваших руках, потому что не будет никакого фильма про Терешкову, не будет никакого фильма про, не знаю, про то, как, наконец, Холодная война закончилась, потому что Алексей Архивович Леонов пожал руку американского космонавта в космосе, и это послужило началом конца Холодной войны, спасло нас всех от, не знаю, ядерной катастрофы. Об этом не будет фильмов, если зрители не посмотрят этот фильм. Если зрители не проголосуют за те фильмы, а это произойдет только в том случае, если мы все сделаем все, что возможно, чтобы зритель смог посмотреть, мы не знаем, как они оценят, я не могу сказать, я считаю, что они оценят, я видел полную премьеру, я видел реакцию в зале, когда выходили люди со слезами на глазах, все, но изменившиеся люди выходили, которые пережили, смотрели кино, которое их изменило, они вышли другими, вышли зашуганными, суетливыми и прагматичными, без мечты, без, ну, как мы живем, мы побудем в обычной жизни, а вышли с желанием жить, мечтать, менять свою жизнь, совершать поступки, подвиги и так далее. И все зависит от того, насколько будет успех у этого фильма. Так же, как мы переняли эстафету, там, «Легенда 17», был очень важный фильм, я считаю, для нашего кинематографа, потому что тогда впервые все поняли, что, смотрите, оказывается, кино про наших героев люди хотят смотреть. И эти фильмы надо снимать. К сожалению, нам гораздо труднее. О чем бы я мечтал, не про я считаю, что, конечно, важно снимать про и про Терешкова снять в фильме, и про погибших космонавтов, про Вольский, кто-то был под сайт, и Волков. Но, конечно же, самое главное снимать фильмы про героев сегодняшнего дня, именно про героев. Знаете, была такая ситуация, Алексей Аркипович очень требовательный человек, он командир отряда был космонавтов многие годы, то есть он еще и руководитель, очень требовательный, он нас прессовал, то есть он был реальным инсультантом, не в смысле, что он просто что-то сказал и ушел. И мы фильм ему сдавали. Представляете, какая история, что ты сдаешь фильм про герою, который, собственно говоря, тебе рассказал, про который ты снял фильм. И, посмотрев фильм, две речи, он первое сказал, что вы читали, что длинные, длинные паузы, когда этот фильм закончился, он сказал, да, только теперь я понял, как все было там страшно. Это первое. И второе, мы спросили, а что, какие-то замечания есть? Он говорит, да, есть. Одну сцену надо вырезать. Ужас был, какой. и он выбрал самую нашу любимую сцену. Не сцену целиком, а кадр. Самый любимый кадр, который мы все считали, что это самый главный в фильме вообще, наверное, момент. Это когда Королев, который все, все свои силы положил на то, чтобы этот полет состоялся, и он боролся за жизнь космонавтов, он убеждал власть, что нельзя рисковать людьми. Ну, то есть, он и у него не выдержало сердце, у него случился приступ, и он упал прямо по дворце съездов, там, после встречи с Брежневым. И это гениально сыграл артист. Ильин. Ильин. Гениальный артист. Таких в мире два, может быть, максимум. Он гениально сыграл, это прямо реально становится, когда смотришь, становится тебе плохо, насколько это реалистично и глубоко сыграно. и он упал. И Леонар говорит, надо вырезать носочек. Мы говорим, как вырезать, почему? Это же настолько так точно правда, так было. Мы прочитали это все, это документально, вы нам рассказывали. Он говорит, нет, королев не может упасть. Это вот есть правда в жизни. Вы журналисты, вы пишете правду. У меня мама уже была журналисткой, я поэтому очень хорошо понимаю, вырос, понимаю профессию эту. Вы пишете правду, вот надо сказать правду. Вот этот с этим женился на этом, а этот тут украл деньги, а эта власть виновата в том, что нам что-то не то сделала, а этот построил себе дачу в каком-то месте. Это все правда. И об этом вроде бы мы, мы как творцы, мы как журналисты, мы должны об этом говорить. Но то, что сказал Леонов, оно очень многое поменяло в моих взглядах на профессию, на то, чем мы занимаемся. Есть правда, а есть правда. И вот по правде такой вроде бы нужно говорить все, что только знаешь, и чем острее, тем лучше. Так мне казалось. Павел, посмотрите, как это перешло. Зритель будет говорить, здорово собирал. А он говорит о том, что есть правда, которая будет жить в сердцах людей. И есть мысль, есть правда, которая есть художественная правда. по этой правде герой не может упасть. Иначе ты роняешь не человека, ты роняешь вообще то, ради чего ты кино это делаешь. и он очень хорошо понимает зрителей. Том Круз в фильме «Миссия неуполнима» не может сердцем ему плохо быть. Он не может так за сердце сесть в угол куда идти и пить валидол. Он не может, потому что он герой. Понимаете, и Шварценеггер не может, и какой-то там Брэд не может. Ну Брэд может и может. актер. Он не играет героев, не играет людей для подражания, он играет просто симпатичных парней. Но герои настоящие, а мы снимали фильм про героев, и для Леонова Королев это герой, титан, это бог. Бог не может показать это нельзя. Так же и в вашей профессии наверняка есть та правда, что действительно реальность так. о которой нельзя говорить людям, потому что тем самым вы уничтожаете смысл. Расскажите пожалуйста о своих взаимоотношениях с Новосибирском. Я не в курсе вообще. Который раз у нас как вам у вас с каким настроением у вас? У меня нет особенных честно сказать отношений. Все что я знаю что это город то что знают все что это город науки город в котором придумано столько всего что из этой тайны все изобретения здесь много всего происходило много чего придумалось много актреки было сделано которых мы мало знаем здесь особые люди живут то что я знаю я был всего два раза первый раз я был с фильмом девять вместе с турчинским и второй раз сейчас всего по одному дню так что я очень мало знаю я знаю вот все что это новосибирск это я знаю Чатуфелевых которые замечательные удивительные люди которые для меня являются примером как есть американская мечта они образец по-моему я не знаю может вы что-то другое знаете я с ними встречался для меня это пример российской мечты когда человек офицер армии бухгалка какого она была как они смогли создать крупнейшую в одной из крупнейших в стране этой компании и приятно неприятно летательно замечательно все работает вот это я знаю что я еще знаю про театр Победа который очень красивый знаю вот еще что знаю я познакомился с водителем Машего оперного театра в самолете случайно Владимира Кехмана да и он мне показал фотографии удивительного театра красивые кресла перестровали очень экзотичный очень экзотичный вот ну у меня такое ощущение я просто мало его знаю он очень колоритный но очень энергичный вот что еще знаю вижу удивительную вещь сейчас я не знаю интересно это или нет может я вижу вас город бедный да после Москвы приезжаешь сюда и ощущаешь дикую разницу всего дорог или в каком-то смысле но это знаете бывает причем видно потенциал потому что люди ничем не отличаются люди такие же но это даже и по изысканию чем в Москве в Москве же Сумбор там проходной двор здесь ощущаешь не какой-то некий слой мир но ощущение бедности ощущение что не хватает средств чтобы там мыслить дороги почистить не знаю какой-то мужчина есть и в архитектуре ощущение что нет какой-то единой концепции как-то все устраивает город я понимаю что трудное время наверное не самое тяжелое зима была многоснежная может сейчас разветется но всегда ощущение такое не хватает ну да ну 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 здравствуйте Тимур я Константин Штыкной режиссер и сценарист местного пошли у меня к вам два вопроса они объединяются примерно в один ваши фильмы отличаются от многих фильмов сделанных на стране сложными технологическими приемами это и спецэффекты это и съемка на зеленом экране и так далее но наши вузы например КИК и у нас здесь в Новосибирске есть специалист на мой взгляд как-то вот немного не в курсе того как это все работает как работать с зеленым экраном как работать со сложными спецэффектами и так далее где и как вы ищете людей молодых как вы оцениваете их уровень и так как еще вы Дмитрию Пучкову сказали что людей надо искать именно на периферии потому что в Москве уже их переизбыток это Новосибирске Иркутск вы упоминали и прочее вот как вы ищете людей и как вы оцениваете уровень подготовки с нашим Мне не важен честно говоря уровень подготовки вообще важно потому что это все очень несложно честно вам скажу это очень несложно просто очень много опыта много-много работать надо много делать и здесь никаких хитростей нет и во-вторых весь опыт который был раньше гематографический его лучше забыть потому что меняется как бы технологии так быстро всего что большая часть области через несколько лет устаревает поэтому я думаю что сейчас пришло такое время особенно сейчас мы например снимаем фильмы на телефон сейчас в Америке у нас есть компания наши наши режиссеры просто на телефон снимают фильм сегодня для того чтобы делать кино эти фильмы показываются в кинотеатрах во всему миру для того чтобы делать кино не нужно больше всего того всех этих сложностей конечно же по-прежнему существуют фильмы то что вы называете в большом количестве эффектах какие-то они существуют но кино может быть разное мне мой товарищ Гарри Дэнвардс вы знаете он снял фильм мы с ним познакомились когда лет 5 назад он снял только свой первый фильм за вот в основном низкую стоимость это было 100 тысяч долларов он снял фильм «Залто монстры» в Мексике поехал сам с камеры двумя актерами и снял фильм через два года он снял «Годзиллу» а через еще два года он снял сейчас «Звездные войны» вот судьба человека таких примеров у меня огромное количество и Илья Найшулер который снял свой клип снимал клипы свои замечательные потом я с ним познакомился и мы придумали снять фильм и вот сейчас он один из самых перспективных режиссеров мира наверное снимает очень популярные музыкальные клипы и будет снимать фильмы и с Суперменом будет снимать его так что здесь вопрос вообще никаких нет проблем это только проблема внутри нас если вы знаете как рассказывать истории любите кино многое сможете то вы можете это делать главное просто найти вот этот вот интересен баланс между тем что ты и тем что кто любит аудиторию, люди, и вот нельзя не уходить сюда завалиться, нельзя делать то, что только ты любишь, не обращай внимания на людей, потому что мы все-таки рассказчики истории, да, и мы должны рассказывать то, что слушателям интересно, я рассказываю, а вот, представьте, вы уже заснули все, а я продолжаю говорить неправильные вещи, и с другой стороны, если я буду вам говорить, что вам интересно, буду врать, не буду говорить не искренне, тоже будете врать, поэтому этот баланс между тем, что ты любишь, хочешь, то, что тебе нравится, то, что нравится твоим слушателям, все, все. Женский портал ВМСД, я просто хотела уточнить, вы сказали, что в самолете вы знакомились с директором нашего оперного театра, а вообще, как часто вы знакомитесь с какими-то новыми, интересными людьми в неожиданных местах, и, может быть, вдохновляют вас чем-то эти встречи? Вы ответили сами на свой вопрос, я могу просто сказать, что я часто знакомлюсь с людьми, стараюсь это делать как можно чаще, и всегда эти встречи меня поздравляют, являются поводом для новых проектов, идей, потому что идеи всех рождаются из общения, и вообще, на самом деле, я, скорее всего, выбрал профессию кинографиста, только потому, что она дает возможность много путешествовать, много встречать новых людей, и выбирают себе команду, всегда, в первую очередь, по принципу, хочу ли с этим человеком проводить время или не хочу. Давайте уже ближе к концу, последние вопросы. Первый вопрос. Короче, Круксин, нейтральная сторона. Слышали ли вы о фильме, который в последнее время в России создал большую шумную их защитники? Это русский фильм, который как раз ориентирован на такую небольшую часть людей, о которой вы говорите, цепарь герои и так далее. Однако он не особым успехом завершился, и по поводу него много шума в интернете, если вы вобьете. Да, я знаю, все знаю. Вы его смотрели? Не досмотрел до конца, он же плохой просто. Ну да. Почему он плохой? Потому что он нечестный, он сделал штукультивно. Режиссер, те, кто его делал, хотели сделать так, чтобы какую-то формулу посчитать. Вот, оказывается, зрителям нужно вот что-то такое, чтобы что-то пролетело, что-то тут вздрохнуло, там кто-то превратился, переоделся. Это китч, в смысле, это подражание, неискреннее рассказание. То есть этот человек не любит, на самом деле, супергероев, он в них не верит. Я думаю, что я не против никаких супергероев. Вы не видели в фильме «Черная молния»? Детали, да, но я его не помню. Ну, просто у нас был опыт создания фильма. В 2009 году представлен фильм «Черная молния» про нашего супергероя, отечественного, молодого парня. Вам будет интересно посмотреть, посмотрите. Так, еще вопрос, вытекающий из этого. Можно ли в России создать подобный фильм? Только в России можно создать фильм, который... Да, ну что, просто русского зрителя, наподобие меня, говорю от себя. Если честно, от того, что фильм создан именно в России, это слегка создает мелкое напряжение. Не мелкое, а больше 35% зрителей, таких как ты, не хотят смотреть русского кино. То есть каждый больше, чем третий. И мы в этом виноваты, мы. Потому что мы не можем для вас делать фильмы, которые вам нравятся. Но проблема в том, что... А мы можем поговорить после того, что ты позволишь фильмы, время первых? Да. Потому что, вот я думаю, что если тебе это понравится, то я тогда сдаюсь. Тимур, меня зовут Дмитрий. Сегодня на портале «Синемаплекс» появился информацию, чтобы «Завелевс» заслал по городам. Увесить письмом, чтобы они напряглись в административные ресурсы и предоставили на безвозмездной основе рекламной площадке. Это соответствует действительно стиль. Я не могу точно сказать, здесь есть Игорь, он знает, точнее. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, что это так. Потому что, вы знаете, вот фильм «Батальон» в Итальянке, фильм «Защитник Севастопа». «Батальон» в Итальянке, фильм «Защитник Севастопа». Вы знаете, что он выходил вот в эту же дату, как мы выходим, и за неделю до лысого парня на Марсынах. И после недели просмотра у этого фильма забрали 80% экранов. Но, тем не менее, он шел 6 или 7 недель. Без экранов. У него не было экранов. Просто реально... Потому что у мейджора, у студий, которые делают фильмы, которые нравятся нашим молодым человекам, у них есть возможность влиять. И вы посмотрите, здесь сейчас подходите по кинотеатру. У них есть возможность влиять. Они монополисты. Они могут говорить о том, что мы хотим, чтобы реклама наша шла, а другой не шла. У них есть возможность диктовать условия. И для того, чтобы конкурировать... Короче говоря, мне к вам вопрос. Вот есть импортная западка, целая компания получила импортное замещение. Она привела к тому, что в стране начался рост производства... Ну, это статистика, да? Начался рост производства технических товаров. Это тоже самое ровно. Вы покупаете автомобиль, в цене автомобиля заложена некая сумма, пошлина, при помощи которой государство регулирует рынок. Функция государства защищает. Америка это делает, Франция это делает. Все страны... Вы пробуете машину в Америке продать из другой страны. Там специальные нормативы, специальные условия. То есть каждая страна пытается защищать своих производителей, свою индустрию нормально. Я вам другой скажу. Мы сняли фильм про реального героя. Правду. Все правда. И мы не можем нормально организовать нормальную индустрию. Не можем, не работает ничего. Вот вы про это письмо говорите, которое разослали. Дай бог, что оно сработало. Оно может не сработать, потому что просто кто-то забудет, не перешлет, кому-то неинтересно станет. Просто я считаю, что если фильм хороший... Вы неправильно считаете, я вам объясню. Вы неправильно считаете. У фильма есть только один шанс. Два-три дня он не сработает. Он потом появится в интернете. В интернете появится ворованный. Вот так он сработает. Ну что, давайте мы уже на этом завершим. И Валерий Шавкунов, как раз представитель Эльфа-банка, который как раз помогает фильму. Он хотел... Поздравить. А вот где-то. Где-то, где-то. Да, но это действительно помощники фильма. Давайте мы немножко подождем. Можно один вопрос задать? А вот какой у вас любимый фильм, не с профессиональной точки зрения, когда у вас в выходной день и захотелось кино посмотреть? Как раз разное кино. Ну, вы знаете, я из фильмов, которые я люблю... Я люблю, наверное, те же фильмы, что любит молодой человек. У нас примерно... Я люблю, не знаю, люблю Терминатора, 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 люблю старые фильмы, люблю Аватары. А российские есть? Российские, да. Российские? Или казахские? Казахские нет, к сожалению. Да, очень хороший фильм. Есть такой Нуртаса Дамбай, если хотите, давайте успешные. Он был очень хороший рисунок. С большим русскому, чем я думаю. Российский я люблю Горько. Люблю... Что вообще? Это просто мы сами делаем. Ну, люблю, потому что я уважаю многих. И стали по-дегоняевски. Ну, да, это просто уже... Может, мне нет. Люблю Рязанова, люблю Терминатор, отец-солдат. Это все, как все мы. У нас есть еще здесь точка кемпографическая, Дмитрий Кружев, который Метро написал в сценарии. И тоже, в общем, отечественная кемпография прошла. Что-то он хочет спросить. Нет, тут у меня на самом деле... Ведь в Америке не секрет, чтобы проект состоялся, нужно попасть прежде всего в дистрибьютора, в мейджора. То есть это вот большой сегмент сразу при каверидже. Не так. Не так? Не так. У меня опыт работает. Мы сделали фильм с русским режиссером. Ну, не русским, друзьям, но нашим режиссером. Который стоил, в ответ на ваш вопрос по поводу цены, который стоил... Я понял, о чем... Да, там, не знаю, там, не знаю, меньше миллиона долларов и собрал 65 миллионов долларов в программе, в народном дистрибьютировании универсу. Есть разные способы. Люди делают фильм с ним. Бывают разные. Бывают, конечно, есть студии-мейджеры, которые запускают фильмы, но тогда просто вам там делать будет практически нечего, потому что они будут все решать. Они скажут спасибо, там, это будет другой режиссер еще, потому что это будет стоить 100 миллионов долларов и потом не то, что мы без чего бы пришли. Ну, со следом на рынке. Но на самом деле немножко другой еще вопрос. Вот у американцев кино – это статья национального дохода. Они делают кино с прицелом на то, что его будут смотреть во всем мире. То есть универсально. Они зашивают туда соответствующие мифологемы и так далее. То есть... Так и было в Советском Союзе. Кинематограф был второй после алкоголя по доходности бизнеса. Ну и водки. Третий. Ну, алкоголь. Абсолютно. Водки. Папиросы. Да. Папирос я его не пустил, но попиросы тоже. И это было связано с тем, что цена билета была 10 копеек, возвращаясь к цене билета, зарплата в среднем была там 100 рублей. Значит, получается, что это было 10%, 1%, а, какой, 0,1% от зарплаты. 300 рублей сегодня, билет в кино. Ну, а при зарплате средний... Сколько? 15%. Воспитатель в детском саду 6 тысяч получает. 15, да? Это получается 15%. Это в 100 раз, там, не знаю, больше, в 100 раз увеличилась цена билета. сегодня. Соответственно, люди просто не в состоянии смотреть кино, они не ходят в кино, и тематограф не перестал быть значимым искусством. То, что касается... То, что касается... То, что говорится про экспансию, конечно, это самое главное. Конечно, самое главное. И это очень смешно. В Америке не снимаются фильмы. Ну, они снимаются в Канаде, еще где-нибудь. Они снимаются в Канаде, по Болгарии, в Чехии много снималось. И сейчас снимаются в... Иногда где-то там есть бассейн на Майке, там снимаются все водные фильмы. Ну, то есть, они снимаются везде по миру, потому что в Ирландии, в Америке, в Ирландии, очень много в Канаде. Просто потому, что там есть система ребейтов, там есть дешевый, в Америке она не снимается. В Америке американские режиссеры на небольшой процент только американцы. Там очень много русских, там, шведов, немцев, англичан, актеры тоже из Австралии, из Англии. Вот в Америке, может, принимаются решения. Вот в Лос-Анджелесе принимается решение. Какой фильм? Там офис центральный находится. Там принимается решение. Большая часть рынка мирового все эти фильмы дублируют. Я не могу смотреть американские фильмы в русских и в Канаде. Это безобразие, потому что какие-то... Я не понимаю даже вообще, как люди смотрят их, потому что там какие-то странные голоса имитируют какие-то чувства. Очень дешево сделать... Просто в Америке смотришь кино, но оно что-то по-другому выглядит. И все равно это потребляется во всем мире. Поэтому с какого языка переводить на болгарский, чешский, французский, китайский, неважно, с русского или с английского, это просто вопрос воли. Вот Алексей Архимович Леонов, героин фильма, так или первой, он сказал такое, что когда я начал рассказывать про Эллен Маска, о том, что как замечательно, Эллен Маск придумал, как сортовать ракете, она будет возвращаться обратно. Он сказал, что... во-первых, он сказал, что смысла никакого возвращения ракеты нет, это чисто пиар. Потому что, чтобы ракета вот так вернулась, нужно столько стоплива туда с задачей, что легче просто ее сжечь и другой запускать. И восстановить ее, чтобы снова ее запускать, нужны огромные ресурсы, чтобы ее опять отремонтировать. То есть, он считает, что... вот, он профессионал, он считает, что это не очень перспективная история. А второе, это самое главное, он сказал, что космос невозможно, космонавтика не может быть частной. Он считает, что космонавтика может быть только государственной, потому что такое количество компонентов есть, технологически, наука, образование, там, не знаю, медицина, там, все вместе, что это можно организовать только государство. Поэтому Эллен Маск либо станет государственной программой, либо он будет успешным. Это ему мнение. Так же и кинематограф. Он либо государственный, либо он перестает существовать. Я думаю, от всех, не только от Альфа-банка, поблагодарим Тимура Бетмамбетова, говорили, что Альфа-банка это сделает, но мы все увидим это. Спасибо. Я хочу поблагодарить Альфа-банку, потому что, я вам признаюсь, когда у нас наступили трудные времена, мы сняли фильм, у нас оставались последние сцены, и надо было адмонтировать его, у нас не хватало средств, и я обратился к своим старым знакомству снимал первые ролики Альфа-банка в 12-й годности, помните, и нам помогли им закончить фильм и задерживать его банку. Спасибо. На самом деле, Альфа-банк не только я здесь, потому что это денег касается, но очень близки по духу. То есть, вот наш банк это те компетенции, которые мы развиваем, у наших сотрудников лидерства, эмоционально, креативность, где-то для того, чтобы это сделать, нужно превозможить себя. И вот как раз в этом фильме очень хорошо показывают, как быть лидером, как сделать так, чтобы победить. И, конечно, Леонид Севертикович, наш сотрудник, мы все у него учимся, и это потрясающий человек, только потому, что он после 2 года еще работает, но четкое внимание и четкое выражение мысли. Это ясная голова в настоящее все время, потому что мы просто восхищаемся им и учимся на него побеждать, потому что он настолько это умеет делать. И 25 лет работают банки и, конечно, это потрясающе. Поэтому давайте поблагодарим Николай Заятьевича, команду, которая совершила такое большое дело. Давайте поблагодарим Алексея Архиповича Леонова за то, что он сделал большое дело в своей жизни. И я вас очень прошу все, что можно сделать для того, чтобы его подвиг остался в наших сердцах. Еще очень важная вещь у нас будет, я не знаю, можете, наверное, танцировать, я думаю, что я могу на себя для ответственности. У нас будет в рамках этого релиза, у нас будет, по-моему, 12-го числа, у нас будет здесь, когда мы попробуем сделать то, что я сказал, просто снизить значительно, в два раза снизить цены на билеты и сделать так, чтобы там два человека могли перейти в кино по цене одного билета и получать праздник. В какие-то и все те? Во все? Я постараюсь во все. Если вы поможете, я буду стараться сделать это во всех сентября. Потому что я считаю, что это несправедливое и 20% зала футбол, 8% зала пустые, это не логично с точки зрения бизнеса. Мы должны людям дать возможность. Просто надо доказать, один раз доказать, что это возможно. Так что зовите зрителей в кино. Большое спасибо торговому и развлекательному центру Сирии за организацию сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА КАНАЛ